«Станет ли Эстония соломинкой, сломавшей спину НАТО?» Статья на Регнуме за 23 ноября 2019 года. Станислав Стремедловский Лед тронулся. Министр внутренних дел Эстонии Март Хельми, консервативная народная партия, заявила в интервью финскому изданию, что Таллинн совместно с Латвией и Литвой подготовит запасной план, так как на НАТО больше надеяться нельзя, альянс находится в кризисе. По словам Хельми, сейчас идет подготовка эстонской позиции к предстоящему в Лондоне в декабре саммиту НАТО, на который должен прибыть президент США Дональд Трамп. Готовим запасной план, план Б, то есть, что Эстония и другие страны Прибалтики предпримут случай, если слова Макрона окажутся правдой, отметил министр. Он также сообщил, мы не знаем точно, что собираются делать американцы. Наши министры недавно ездили в США, где все время говорили о Китае. Мало кто там считает важной темой Россию. И хотя премьер-министр Эстонии Юрий Ратас, центристская партия, парировал, что все планы Таллина сводятся к членству НАТО, поскольку альянс жизнеспособен, очевидно одно, замечает эстонский портал. До этого ни один ведущий политик страны не говорил о запасном плане на случай, если НАТО не сможет защитить Эстонию, согласно пятой статье устава альянса. Таким образом, можно сказать, что замечания, высказанные президентом Франции Эммануэлем Макроном в интервью британскому журналу «Экономист» начинают находить не только оппонентов, но и сторонников. Напомним, что французский лидер тогда заявил о необходимости восстановить военный суверенитет Европы. Я бы также добавила, что нам на каком-то этапе придется подвести итоги НАТО, сказал Макрон. На мой взгляд, сейчас то, что мы наблюдаем, можно назвать смертью мозга НАТО. Мы должны сохранять трезвое понимание происходящего. Одновременно он призвал возобновить стратегический диалог без наивности и требующей времени с Россией. Учитывая, что нам нужно переосмыслить нашу политику соседства, мы не можем позволить, чтобы ею управляли третьи страны, которые не разделяют тех же интересов. И сделать это требуется, несмотря на подозрительность Польши и других стран, которые одно время находились под властью Советов. Интервью президента Франции вызвало различные реакции. Наиболее бурную деятельность развила Варшава. В беседе с британским изданием Financial Times председатель Совета министров Польши Матеуш Моровецкий обвинил Макрона в безответственности, назвав НАТО самым важным альянсом в мире, когда речь заходит о сохранении свободы и мира, и подвергнув критике ставку на архитектуру европейской безопасности. Канцлер ФРГ Ангела Меркель тоже заявила, что не разделяет позицию Макрона. «Эти взгляды не соответствуют моим», – подчеркнула глава правительства Германии. По ее мнению, сообщала Deutsche Welle, даже если партнеры по Североатлантическому альянсу спорят друг с другом, вовсе не обязательно делать подобные выпады против всех. А президент Литвы Гитанос Науседа предостерег членов НАТО от высказывания малейшего сомнения в том, что альянс является основополагающим гарантом безопасности Европы. Предсказуемо и понятно против концепции Макрона выступили генеральный секретарь альянса Йенс Толтенберг и американцы. Но что в итоге показал Демарш Парижа? Во-первых, он обозначил несколько линий раскола, в частности, виртуального блока Польша – Прибалтика. Развал его делает Варшаву уязвимой на восточном направлении уже в связи не с Россией, а членами в перспективе Европейского Союза. В принципе, Таллин и ранее вместе с Хельсинки заявлял о поддержке Европейской инициативы военного вмешательства. Как говорил по этому поводу Макрон, Эстония и Финляндия, с одной стороны, до сегодняшнего дня относились с глубоким подозрением к НАТО, а с другой – испытывали недоверие к России и были настроены всецело довериться НАТО. Но сейчас получается, недоверие к Альянсу может перевесить. И в том числе благодаря США, где, по словам главы МВД Эстонии, все время говорили о Китае и мало кто там считает важной темой Россию. Таким образом, остальные Прибалтийские республики и Польша уже не могут эксплуатировать миф о российской агрессии и использовать позицию Вашингтона в качестве объяснения своего желания наращивать американское присутствие на собственной территории для защиты от Москвы. Это же играет на руку европейскому военно-промышленному комплексу. В первую очередь Парижу, который, по мнению польских экспертов, хотел бы закрыть внутренний рынок ЕС для крупных американских корпораций в сфере информационных технологий, а также обороны, учитывая, что НАТО только что объявило «Космос» пятой операционной сферой своей деятельности. Парижу и есть за что побороться. Во-вторых, Макрон дал хорошую подачу Берлину для проведения игры с Варшавой после того, как министр иностранных дел Германии заявил, что США остаются нашим самым важным союзником и на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе предложил создать рабочую группу для разработки новой стратегии Альянса, в Польше увидели в этом возможности для союза с немцами. Польская газета заявляет, что Германия спасает НАТО, Польша поможет. По словам директора Польского института международных дел Славомира Дембского, Макрон заставил всех занять позицию и оказалось, что его никто не поддерживает. Он в изоляции. Кульминацией должен стать саммит лидеров НАТО в Лондоне. Германия считает, что это должна быть впечатляющая возможность продемонстрировать единство Альянса. И немцы особенно рассчитывают на Польшу, пишет издание, добавляя, кроме США, Польша не связана ни с одной страной таким тесным военным сотрудничеством, как с Германией. Теперь это может оказаться билетом Польши в группу самых влиятельных стран Западной Европы. Но что, если Берлин разыгрывает тактическую комбинацию, решив вместо прямого противостояния польской правящей партии право и справедливость, теперь попросту залюбить ее до смерти и подчинить своим интересам под предлогом необходимости кооперироваться по вопросам НАТО. В-третьих, инициатива французского лидера выходит за пределы решения судьбы Альянса, о чем, например, заявил Столтенберг. В интервью «Испанской газете» он подчеркнул, «Любая попытка отстранить Европу от Северной Америки не только ослабит НАТО, но и приведет к распаду ЕС. Европейский союз играет большую роль в обеспечении мира, стабильности и процветания. Но ЕС не может заменить НАТО, тем более после Брекзит, когда 80% расходов на оборону Альянса будут поступать от членов Альянса, не входящих в ЕС. Однако, в таком случае, те самые члены НАТО, которые не входят в Европейский союз, могут поставить вопрос, а зачем им вообще платить за его оборону, и не лучше ли, чтобы Евросоюз сам финансировал ее. Одновременно ЕС получает возможность переосмыслить критерии членства в нем, поставив условиям финансирования прежде всего военного суверенитета Союза. И тогда Эстония, поддержав идеи Макрона не только по НАТО, но фактически и по реформе критериев членства в ЕС, получит входной билет в обновленный Евросоюз. А кто-то и не получит. Безусловно, Таллинн – это не та сила, которая имеет особый вес в Североатлантическом Альянсе. Но в будущем может оказаться так, что Эстония, поддерживая на Францию, станет соломинкой, сломавшей спину натовскому верблюду. Станислав Стремедловский. Станет ли Эстония соломинкой, сломавшей спину НАТО?